Доброе время суток, поклонники бокса. Закончились два поединка, на которые мы давали прогнозы. Ну, ни в одном прогнозе мы, ребята, конечно, не ошиблись в плане ставок, потому что прогноз это в первую очередь ставочки, да, и выигрыш или проигрыш. Но бои, ребята, меня не очень порадовали. В каком плане? Давайте первый бой обсудим, а второй бой в другом ролике. Деревянченко Адамс. Ну, это, ребята, знаете, уже такой ролик у меня как бы наполовину прощальный, потому что Серега Деревянченко уже, в принципе, боец, как правильно кто-то мне написал в комментарии, какой-то подписчик, видно, грамотный. То, что Деревянченко ничего прибавлять не будет и выходит на бой, лишь бы не проиграть нокаутом, в принципе-то. И по этому бою я соглашусь. Ну, мы не будем на такой грустной ноте, знаете, как бы провожать его. Понятно, он будет биться, понятно, он будет делать какие-то вещи, какие-то моменты, но возраст и тренерский его штаб не позволит ему, я так думаю, спрогрессировать, так как на это нужно умение. А умение есть у кого? У тренеров, я думаю, нету, так как ошибки Деревянченко и Сереге, они налицо, но никто их ему не исправляет. И поэтому такой, знаете, будем, конечно, комментировать его бои, будем, конечно, давать какие-то прогнозы, но все равно ролик такой уже наполовину говорящий до свидания. Потому что, ну, каких-то, какого-то будущего уже точно не будет. Так как, ну, Адамс это, ребята, боец, который и хуже и Чарла, и хуже много других, хуже и Головкина. Так как и был в нокдауне, и на ближней дистанции не очень хорош, и на дальней дистанции тоже не на высшем уровне. Ну, мы уже говорили об этом, поэтому оборачиваться не будем. Ну, вот Серега, кто такой, ребят? Я, в основном, этот ролик для тех, кто занимается боксом, наверное, для тех, кто хочет чего-то достичь, достичь. Ну, смотрите, это боец, который, во-первых, в первую очередь человек, человек, который с такой, с большой силой воли, с большим каким-то желанием, с большим терпением. И вот с этим минимальным багажом в боксе, в каком плане минимальным? Ну, на дистанции, как бы, если более-менее хороший дистанционник, он перебивает Серегу, да? Если более-менее хороший ударник, тоже перебивает. Ну, как более-менее, друзья мои? Ну, вот, допустим, Джармал Чарла, это не более-менее, Головкин не более-менее, но Джейкобс, я считаю, он, конечно, его возвышают, потому что он, как бы, с Головкиным неплохо подрался. Но Джейкобс, я его никогда не считал за хорошего боксера, ребята. Ну, вот, видите, с ним тоже, как бы, туда-сюда. И Серапол, как бы, все бойцы, с которыми он дрался в последнее время, они все относятся к элите, относятся к топам. Потому что не было бойцов, ребята, у них, которые бы расколотили их. Расколотили этих фриков, потому что эти фрики. И Серега Деревянченко, ему такое прозвище можно дать, это проблема для фриков. То есть, все бойцы Джейкобсы, Джармалы Чарла, вот этот Круз, посмотрите, они ростом больше метра восьмидесяти. Эти люди, эти люди, они должны драться, как минимум, ну, я не знаю, в полутяжелой весовой категории. Это сто процентов. Но они дерутся там, и этим людям Серега оказывает конкурентные бои. Какая проблема в технике бокса Сереги? Ну, я как говорил, на дистанции он, если хороший дистанционник, он уступает. Почему? Потому что любительская школа бокса, он же любитель там какой-то был, любительская школа бокса, она подразумевает работу на дальней дистанции с бойцами твоей комплекции. То есть, если в тебе один рост, а боец выше тебя на голову или там на пол головы и руки на порядок длиннее, то уже с дистанцией трудно работать. И у него все такие бойцы высокие. Вот Джейкобс возьми, да даже тот Кена Головкин, посмотрите, метр семьдесят девять, метр восемь, да, практически. Ну, Кена, это ладно, Кена, он на фрико далеко не похож, потому что если сравнить мышечную массу у других бойцов, Джармалов, да, Адамсов, до того же Чарла, ой, Чарла этого Джейкобса тоже, да, высокий, пусть немного суховатый, но все равно видно, что такие фрики. То, ребята, видите, что получается? То, что он по технике на дистанции их не вывозит, не вывозит, так скажем. Но мы-то знаем, что на близней дистанции его счастье, так как, во-первых, рост, во-вторых, у него неплохая функционалка. И это показывает его бои, так как последние раунды он забирает, и забирает уверенно, и забирает на ближней дистанции. Посмотрите, вот последний бой даже с Адамсом. Посмотрите, он что на ближней дистанции творит. Он перебивает этих своих бойцов, потому что бойцы, ребята, они выматываются. Единственная причина, они выматываются в течение боя, да. И позволяют уже подойти Сергею через какие-то пропуски, через какие-то уклоны, там худо да бедно, но он подходит туда. Но когда бойцы в начале боя свежи, да, у них свежие ноги, свежий разум, то у Сереги уже труднее это сделать, потому что он не отрабатывает подход к сопернику. Нет у него подхода к сопернику, нет у него блока. И даже когда, находясь на ближней средней дистанции, у него опущены руки, и он, пропуская удары, тоже наносит свои удары. Но к чему я это все, ребята, говорю? Вот эти вещи, они, конечно, многих не интересуют. Но я просто удивляюсь тому, что, какие люди есть у нас все-таки. Какой воли, да, падают, встают, продолжают бой. То есть, ничем не хуже других, ребята, вот этих, не знаю, Крузов, не знаю, Чарлок, кого хотите. Ну, как бы, пример можно поставить. Просто вот, если, смотрите, этих всех бойцов, вот этих фриков, их загнать в полутяжелую весовую категорию, пусть они, вот, пример, с Альвареса берут. Единственный человек, который пишет сейчас историю, Сауль Альварес. Больше вот этих фрики никто не пишет. Если бы этих фриков не было в этом весе, у Деревянченко были бы совсем другие результаты. И это было бы совсем, ну, как говорится, даже с этим, что есть у него. Совсем другой человек, и совсем другое у него было бы будущее. Но эти фрики до того усушиваются, до того сидят в этой весовой категории, и говорят о том, что они пишут какую-то историю. Это такой бред, такое позорище. Вот в следующем ролике я буду говорить об этом, об Мэвейзере, да? Но это уже другая история. Поэтому, ребята, здесь, в принципе, это дерево, кто-то пишет, дерево проиграл. Да ничего он не проиграл, ребята. Вот даже, даже вот с тем, что у него есть, даже с тем боем, который он показывает, вот показал сейчас, будь Деревянченко американец, я, к примеру, говорю, или хотя бы этот бой был в Украине где-то, и это нормально, потому что, или в России, потому что каждые дивиденды дают своим бойцам. Чудинов, посмотрите, как не бьется, так всех выигрывает. А если проигрывает, то дает нечую, посмотрите. Но это человек, который у нас дерется, наш, да, российский, там. Но это совсем другая история, совсем другая техника. Я не хочу их даже сравнивать по технике. Но просто, ну просто, ребята, вот если бы вот этот бой был даже где-то в Украине, и подняли бы руку Деревянченко. Если бы был Деревянченко американец, к примеру, говорю, да, Адамс какой-нибудь, я не знаю, украинец, там, или россиянин, или казах, без разницы кто. Сейчас бы Сергею подняли руку. Поэтому здесь, видите, просто у каждого боксера есть своя судьба. Своя судьба, у кого-то она более гладкая, у кого-то она какая-то шершавая, но этот человек там, где он есть, и он вот своей волей, своей мужественностью, своим терпением, он туда долез. Мало кто туда еще долезет, ребята. Поэтому не надо вот это дерево проиграл. Ну что это такое, блядь? Кто вы такие, чтобы так говорить о воинах? Это воин. Это парень воин. Бьется со всеми на равных. Падает, встает. И вот, поэтому, ребята, будем следить и от того, что у него нет будущего, в принципе. И это не его вина, это ни о чем не говори. Пусть человек бьется, пусть сражается. И пусть он так же будет, ребята, проблемой для вот этих, для всех фриков. А так бой хороший, бой, в принципе, мне понравился для этого уровня, ребята. Ну, и то, что он не может, то, что вот, о чем я говорю, прессинг, блок, да, это не его вина. И поэтому винить его не нужно, ребята. Вы можете сказать, надо блок было ему поднять, да? Ну да, надо было. Но если он не учил. Если человека, вернее, не учили, не он же виноват. Вот такие дела, ребята. Ну, как бы, по прогнозу, что, как вы помните, я на него не ставил. Предчувствует, конечно, были вот эти, но все равно он в некоторых боях еще, ребята, будет у нас фаворитов. Не забывайте подписаться на наш канал. Не забывайте подписаться на наш канал.